Строительство школы в поселке Выездное выходит на финишную прямую. Ремонтные работы здесь завершены на 99%. Осталось пройти последнюю проверку и получить все необходимые документы. В 2016 году при поддержке депутата Госдумы Дениса Москвина образовательное учреждение смогло попасть в федеральную программу по ликвидации второй смены в школах. В 2016 году мы обратились к Денису Павловичу Москвину с проблемой ликвидации второй смены в действующей школе рабочего поселка Выездное. Эта проблема была решена. Этот учебный корпус является вторым зданием Выездновской средней школы, рассчитан на 275 мест. Комиссия во главе с депутатом Госдумы Денисом Москвиным при проверке школы осталась довольна. Теперь здесь будут учиться все начальные классы в первую смену. Строительство объекта началось меньше года назад, а уже 1 сентября новый учебный корпус примет школьников. Радно, что в небольших населенных пунктах появляются вот такие современные общеобразовательные учреждения. Здесь и учиться превосходно и замечательно, но мне кажется, и работать для педагогов одно удовольствие. Вот это пример, так как должно быть инициатива местной власти, наши федеральные возможности и связи, и в результате готовый объект стоимостью совокупных 250 миллионов рублей для жителей района. Для жителей района благоустроили и центральную аллею поселка. На это из бюджета области было выделено почти 4,5 миллиона рублей. Прогулочная зона улицы «Моей мечты» продумана до мелочей. Для малышей построена детская площадка, для ребят постарше зона для активных игр, а взрослые могут отдохнуть в мини-парке. На этой площадке у нас шахматная доска расположена. Мы приносим, когда в любое время, когда захотим, мы идем в школу, берем шахматы, расставляем и начинаем играть. Это любителям шахматной игры. Так, вообще у нас очень много преображений. Это детская площадка, очень интересная, мне кажется, для детей. Для нас это часть тренажерная больше интересна, потом футбольная зона с волейбольной. На встрече с депутатом жители также рассказали о наиболее волнующих их темах. Ремонт дорог, качество водоснабжения, установка остановочных павильонов. Все вопросы теперь лягут в основу работы депутата и местной администрации. Анна Давыдова, Время новостей.